Всем привет, продолжаем проходить Ассасин Крид 2. Мы остановились на том, что сбежали из города, нас разыскивали к своему дяде в поместье. Он нам подкинул деньжат и сказал сходить к кузнецу купить себе снаряжение. Ну, соответственно, мы к нему и идем. Так, секундочку, кое-что проверю, чтобы все было нормально. Начнем. Так, тут все хорошо. Тут тоже все неплохо. Так, дробов нет, все. Начинаем проходить дальше. Идем в кузнецу. Ну, или бежим. Чтобы было быстрее. Друзья, заходите ко мне. У меня лучшее снаряжение. Так, что у нас есть? Доспехи. Нету. Оружие. Короткое оружие. Доспехи. Что у нас есть? Кожаные наголенькие. Типа сапоги, короче. Кожаные наплеченькие. Нафиг узнает, что выбрать на самом деле. А давайте посмотрим, что из оружия есть. Короткое оружие. Кинжал. Урон, скорость отражения. Да нафиг мне кинжал. У меня меч есть, в принципе. Берем, короче, броню. Броня никак не помешает. Покупаем это. И покупаем это. Деньги есть. Дядя расщедрился. Ну и мы скопили немного. Заходите еще раз. Расскажите обо мне друзьям. А, надо еще купить кинжал обязательно. Видимо, по квесту, да? Ну, раз так надо, купим сейчас и кинжал, фиг с ним. Короткое оружие. Кинжал, да и стоит он фигня, в принципе. Так. Приобрели мы все оружие. Теперь надо... Выбор оружия, выбор оружия. А что это я кинжал выбрать не могу? Хм, интересно. А, вот все. Выбрал я кинжал. Теперь нужно посетить врача. А, кстати, доспехи-то мои сразу экипировались или нет? Доспехи. Кожные наплечники. А, ну да, сразу пусть они сразу становятся. Хорошо, отлично все. Итак. Бежим к врачу. Посетить врача надо еще. Покупаем у него лекарства. Не знаю, сколько купить. Давайте купим... Питок. Да давайте Питок купим, какая равенна. Лекарства всегда пригодится. Ну, мне так кажется. Не знаю, как в этой игре. Обычно он пригождается. Поверь мне, друг, скоро тебе станет. Так. Куда нам дальше теперь идти? Дом, милый дом. Ждем пока задание новое будет. Получена сумка с лекарствами. Получен кинжал. Ну, да. Получен. Получены... Ну, сапоги, короче. У меня лучшие товары из металла. А, выбрать лекарства надо, типа. Ну, давайте выберем лекарства. Выбрал лекарства. Выбрал лекарства. Он был где-то тут. Выбрал. Дальше что? Мечта зачем? Мне кинжал нужен. Все, теперь идем назад и идем возвращаемся. Вроде не совсем назад, а входим в поместье. Там как раз должны сейчас рассказать историю. Интересно. Не волнуйся. Надолго мы здесь не задержимся. Я скучаю по нашему дворцу. Я знаю. Ну, придется привыкнуть к этому пока что. В дворцу. Ха-ха-ха. Так. И надо к дяде сейчас, да? Подняться, видимо. Где он там ходит? Вот так вот спустимся, чтобы побыстрее было. Ну и слушаем, что она нам скажет. Быстро обернулся, Бенфатто. Теперь я научу тебя драться. Нет. Я же сказал. Мы уезжаем. Эцио, ты едва справился с Вери. В дороге ты недели не продержишься. Если хочешь уехать, пожалуйста. Но я хочу, чтобы ты уехал готовым к драке и способным постоять за себя. Сделай это хотя бы ради матери и сестры. Ладно. Оттимо. Так, повторение мать учения. Получитесь у Марио драться. Отлично. Сейчас нас будут учить драться. Вот видимо наш первый соперник. Но с наскока бой не выиграть. Нужно еще прожить до поры, когда выпадет шанс атаковать. Я научу тебя уходить от ударов. Ты сказал, что мой отец не заурядный банкир? Полагаю, что утаивать нет смысла. Эцио, твой отец был ассасином. Говорю тебе, он имел дело только с бумагами. Нет, его вырастили убийцы. Мне в это верится с трудом. А как насчет того списка? Думаешь, это просто список должников? Нет, это имена тех, кто виновен в смерти твоего отца. Так, шат в сторону я уже. Ну в общем, уходы научился делать довольно-таки легко. Ну что ж, послушаем. Это история про тамплиеров и ассасинов. Похоже на сказку. Записанную загадочными символами на старом листе зеркала. Откуда ты знаешь? У тебя отцовский генок. Я подумал, что он отдал тебе и страницу из кодекса. Так, он-то удар. А как он может удар? Нажмите. В нем рассказывается об истоках нашего ордена, его устройстве, целей и методах. Это наш символ веры, если упадно. Твой отец полагал, что в кодексе закрыта великая тайна, способная изменить мир. Быть может поэтому тамплиеры и убили его. Ассасины, тамплиеры, кодекс. В этом нелегко разобраться. Эльзиус, сними шор и открой глаза. Не забывай, ничто не истинно. Все возможно. Так, контратаковать, ё-моё, туплю. Ты так и будешь стоять там? Как кнопка таком-то атаковать? Не совсем просто понимаю вообще. Ого! Понял. Отлично. Так, а теперь ты что? Покончим с этим. А. Ха-ха-ха-ха. Типа подразнить? Чтобы он нападал, понятно. Пикетсу! Сегодня я научу тебя выбирать позицию во время боя. Иногда то, где ты стоишь и как двигаешься, решает всё. Я заметил, как ты роешься в моей библиотеке. Ну что, теперь ты мне веришь? Обычку. Да, мой отец был ассасином. Но к чему такая таинственность? Ты слышал про тамплиеров? Это рыцарский орден времён крестовых походов. В хрониках сказано, что этот орден распустили во Франции почти 200 лет назад. Но это не так. Тамплиеры просто ушли в подполье, и там продолжают творить свои чёрные дела. Какие? Тамплиеры хотят подчинить себе мир. А мы, ассасины, подлялись... Странное чутье. У Берта был одним из них? Да. А другие имена в списке отца. Тоже тамплиеры. Значит, в Ере. Как и его отец, Франческо. Вернее, как и вся семья Пацци. Что ж, это многое объясняет. Я же вроде уклонился, нет? Вот. Странно. Так, если выбывают цели, держите нажатым и двигайтесь. Убежал. 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 Ну вот, сделать шаг, что? Правильно? Нет? Попробуй нет. Убежал. Ну, это вот так надо сделать. замахивается успеваю что вот ушел что такое блин так не очень понимаю ладно не очень понимаю как это делается ну я говорил что файлов будет куча это сто процентов ладно продолжаем блок и атаку вместе мы проверим спасибо только тут еще надо кое-что нажать ну ладно ах ты ёлок так блок атака убежал еще разок осталось ах ё-моё нападай отлично убежать научился блин теперь еще марион победить а тут нам сложно будет сделать хотя вроде не очень это наверное самое легкое что пока что дают делать во всей этой учебе довольно легко и выиграл отлично теперь ты сможешь постоять за себя спасибо дядя за все что ты мне дал это мой долг ведь мы же одна семья и я рад что задержался отлично и передумал через три дня мы отплываем в испании но племянник я учил тебя всему этому чтобы ты смог победить наших врагов и я смогу если они нас отыщут ты хочешь сбежать отцу отречься от всего за что поролся и погиб твой отец от своего наследия хорошо дядя постой чем он так расстроен а как ты думаешь в ере досаждает нам со времен твоего приезда ну этого следовало ожидать учитывая происхождение что ж проверим сейчас может что нибудь кто нибудь пишет почитаем почитаем ну спасибо надеюсь не спорчу игру своими комментариями глупыми ладно обучение прошли и нормально я думаю в игре можно и без всяких приемов будет пройти по крайней мере постоянность так еще кое-что тут закроем все в общем продолжаем идем опять к Марио по идее надо то врагов было поубивать они отца повесили брать их его что то он как то слабовато убежать хочет ладно семью там отправил бы куда нить а где же все уехали в Сан-Дземиньяно чтобы убить змею в ере я поеду за ними все что тебе нужно в конюшне тоже отлично мне еще 800 монет дали 800 этих не монет 800 золота чё там какая валюта то что то на F я не помню ну короче золотых так так эту кровать вы научились конюшня 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 что это не похоже на конюшню не так что там у нас сундук сундук какой то интересно я могу его обобрать но видимо нет ну ладно нет и нет фиксим так тут просто восклицательный знак какой то был кстати из оружия лучше выбрать меч наверное длинч то есть кинжалом надо близко быть а с мечом нормально так вот что то вот тут этот знак восклицательный да ладно что то там толкнуть можно было что толкнуть может нижнюю полку вот эту можно оттолкнуть сундук вроде горит схватить схватить можно так это орлиное зрение может быть у нас что-то подскажет нам да нет ничего только это сундук хм странно опять не знаю может я туплю просто сундук горит по идее его можно взять и нужно наверное да так вот толкнуть ладно выходим отсюда в конюшню так в конюшню на улицу в конюшню я думаю в любом строении на улице находятся в любом это не в самом жилом доме то так и может быть у нас чем-то наверху там есть слазим на крышу так и что я на крышу залезть не могу? так я стою по теме не могу но я работаю так я все я еще выше можно залезть даже 頭 oga угبح уход 3 с Так, спускаемся, главное тут не расшибиться, хотя он, блин, с такой высоты падать может и не убивается. Ну что, все-таки, по идее, значит, нам туда нужно, сундук взять. Видимо, там в сундуке какие-то записки, что делать дальше. Что-то, возможно, еще. Ваш доход 0 флоринов. Так, насчет сундука этого, напишите, кто знает, надо его убрать или не обязательно его убрать. Ага, не нужен сундук, иди наверх, иди. А еще он, гад, горит, если он не нужен. Ладно, я говорил, тупить я буду много, это я люблю. Идем на второй этаж. Так, да. На крыше мы были. Так, второй этаж. Оба кто это? Сестра наша, да, походу. Эцио, посмотри на нее. Я не могу ее разговорить. Она все дни и ночи проводит, глядя на перья, которые собрал Петруччо. Она не может забыть о нем. Я не знаю, что делать. Не волнуйся. Ей станет лучше. Я уверен. Ну, со временем, конечно, ставится. Противособная перья в шкатулку, которая находится в комнате моей. Ну, ясно. Ладно, идем в шкатулку класть ее. Так, ну это явно не в этом здании, потому что показывает, если я правильно понимаю, где вот сбоку картера, там показываются метры до цели. Вот 250, 249, опять, да. Что ж, идем класть перья в шкатулку. Так, немножко клавиши путаю. Разве это не опасно? Опасно, но не для всех. Так, только, наверное, вряд ли забраться смогу, да? Хотя, если... Ну, по этому ступам, например, нет? Нет, нельзя. Ладно. Так, а тут же можно? Какой-нибудь вот так вот. Так, сундучок. В сундучке денег, да? Немерно. 311 флоринов! Офигеть! Так, скоро мы вообще разблагосеем. Так, а тут-то что он? О, зацепился, наконец-таки. Молодец. Так, что у нас там внизу? Блин, падать неохота. Опасно тут падать, на самом деле, наверное. Хотя... Оф! Нормально, живы. И даже не ушиблись по хпшке. Ха-ха-ха. Так, осталось уже 100 метров всего лишь. Хм, странно, на чем на город забраться не может. По крышам бегает, а по горам нет? Хм, ну ладно. Видимо, тут чисто по дороге только можно идти, наверное. Ищем дорогу, которая нас сюда приведет. Ну, вот-то что он не может забраться, не очень понятно. Не прыгает ни сюда. Ладно. Фиг с ними. Мда. Вот, видимо, дорога, и только по ней можно идти. Ну, ничего страшного. Понятно все. Ну, туда, в общем, идем. Вернее, бежим со всех наук. Так, и вот она лошадь. Нифига себе конюшня как далеко. Это наша лошадь или не наша? Все из седло. Так. Таскана Санжимьяна отправится в Таскану. Ну да, отправится, конечно. А что еще делать? Понимаем новое задание. Бросай эти деньги, нажимаю. В принципе, вещь хорошая. Так, может быть, спешится уже, наверное, нет? Раз мы в город прибыли. Так, а кто это такие? Ага, группа Бандюк. Нанимаем ее, чтобы пройти, видимо. Чтобы они отвлекли стражников, когда мы будем проходить в город. Или куда там им нужно. По идее, в город надо. Там вот стены уже. Требацные. Бежим по полю. Вот такие крестьянские поселения. Ферма, видимо. Да нет, не в город нам пока что. На ферме. А вот он и дядя. Эдди, что ты здесь делаешь? Учусь ответственности. Вьере досаждает тебя из-за меня. Вьере досаждает нам, потому что он тамплиер, а мы ассасины. Пусть так, но я хочу помочь. Ва бене, тогда слушай. Сначала нам нужно попасть в город, но похоже Вьере нас поджидает. Он зафер ворота и поставил к ним своих людей. К счастью для нас, людей у него не так много и южные ворота плохо охраняются. Туда и нанесем удар. Фронтит. Готов, Каэль готов. Зачем я сюда шел? Или скакал. Так, настал вечер или уже ночь и идем штурмовать город. Вернее, городские ворота с южной стороны. Послушай, Этсел, вот что мы сделаем. Я со своими людьми отвлеку стражу. Как только мы начнем сражаться, переберись через стену и придумай, как открыть ворота. Возьми эти метательные ножи. Используй их против лучников. Я готов, начнем. Угу, нам дали метательные ножи, это хорошо. Так, выбираем метательные ножи. Все лишь один, что ли, дали? Или это просто так выглядит, как один? Хм, немного не понял. Почему-то он не запрыгнул туда. А-а-а, цель-то надо было сначала выбрать, что же я куплю-то. Так просто ты не отделаешься. Так, выбираем меч. Так, открыть надо ворота, рычаг надо использовать. Тут где-то, да. Так, использовать, использовать. Открываем ворота своим друганам. Ну, на помощь к ним, наверное. Так, выбрали меч. Скоро у тебя будет. Я с тобой, брат! Так, минус нули. Так, нет, своих бить не надо. Что дальше-то? Просто заходим в город? Ну, а следующее задание какое? Убить этого гада просто. Нет, за Марио следовать, хорошо. Так, отвлечь стражников. Не дай им поднять тревогу. Тогда у меня будет время на то, чтобы найти и заткнуть рот в ере. Постой, племянник. Возьми с собой моих людей. На всякий случай. Когда сберешься, не возвращайся ко мне. Интересно, как их можно отвлечь? А, тупо убить? Другое дело, так бы и сказать. Иначе, как объяснить все эти патрули? Когда, 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 еще раз, иди за мной. Он использует нас, будто сиделок. С чего бы вдруг? Наверняка, снова что-то сболтнул. И разозлил тех, кого злить нельзя. Оплатить за это приходится нам. Так, а кинжал-то, наверное, я взял. Зря выбрал, да? Так, гады, сейчас убьют, так. Что-то я не рассчитал силы свои, кажется. Так, 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 да не, 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 погодите, погодите. Так, убираем это. И выбираем. Не кинжал, нифига, а меч. Вот так вот. Давай их долбанули. Как цель потеряна? Нифига не надо мне цель терять. Теперь провалил задание, да? Так, ладно, нам как-то убить их. Как объяснить эти патрули, когда я подам знак еще раз, идите за мной. Может быть, выбрать вот эту штучку. Так, голова ряда за мной идут. И разозлил тех, кого злить нельзя. Оплатить за это приходится нам. Молись, чтобы смерть твоя была бы... Нормально. Минус один сразу. Так, нам просто надо выбирать тех, кто сзади, вот например. Стражников довольно-таки много, но нас тоже немало. Ну, быстро расправились с ними. Так, отлично. Дальше что? Приберите в собор Санта-Мария. И пробраться так пробраться. Так, этого мы сразу снимем просто. Подойдем сзади и снимем. Сегодня ты умрешь, пес. Потом выберем мечик и уже с мечом... Блин. Двое, опять меня напало. Так, а это какие-то другие стражники, более сильные, да? Похоже. Ладно, уклоняемся. Минус один. Ай, не то нажал. Ну, одного тут мучить. Пятером-то забьем легко. Не в мою смену. Ну, а че его не бьют-то они? Офигеть, они ждут, пока я с ним справлюсь. Скоро у тебя будет отличное занятие. Тебя будут вырять камни-дети. Ладно, сейчас мы с ним справимся. Можно было, конечно, побыстрее все это сделать, но ладно. Справились, как справились. Идем дальше. Кстати, а может они мне не нужны были бы, я бы тут прошел все один бы аккуратненько. Помимо стражников-то. Не обязательно было их убивать, мне кажется. Иду, где он есть, я только. Так, а что это вот тут у нас? Вот это что это у нас? А, плакат. Сиди здесь. Андиана. Так, а может правда? Их тупо просто вот так вот взять и все. Пускай они меня ждут, а сами пройдем. Аккуратно к дяде. Хотя, не-не-не-не, там что-то их много. Побежали. Спасать своих. Что-то их тут дофига, мне кажется. Вот и ты. Похоже, что возникло неожиданное осложнение. Люди в Ере напали на нас из засады. И теперь нам придется разбираться с ними. Поэтому я хочу, чтобы ты пошел дальше и нашел Ере. Найти эту змею. Покарай его. Хорошо, найду. Так, где он, блин? Куда бежать-то, я-мое? Сейчас надо еще помочь немного им, наверное. Порубать вот тут твоих традиций. Так. Найти в Ере, найти в Ере. Это сундук какой-то еще. Еще деньжат возьмем, наверное. Хотя, может быть, в этом сундуках и потом будет какое-нибудь снижение. Все их узнают. Так, а тут наверно наверх нам нужен, да? Блин, что-то я... Заплутал малость. Ну сейчас найдем дорогу. В обход сходим. Тут наверно. Можно пройти, да? Да, можно пройти. Отлично. Но за кауками. Так, найти в Ере. Ну надо его как-нибудь... Не знаю. Может быть, его просто подойти, тупо убить и убежать. Если кто-то будет проследовать меня. Так, забираемся на крышу дома. Можно еще плакатику сорвать. Так, это не плакатик. Это еще один тайник с деньгами. Отлично. Две тысячи монет практически. Так, а плакат где-то тут был. Вот он. Срываем его нафиг. Так, и в Ере, в Ере. Вот она цель наша, да? То есть, где-то внутри вот тут. То есть, нам... Двери, естественно, не пустят нас. Поэтому нам нужно подняться на крышу. Посмотреть, как можно на ту крышу подняться. Я слишком стар для этого. Соответственно, можно отсюда перепрыгнуть туда? Нет, нельзя. Зато можно забраться вот тут. Командир, мы ни за что туда не пойдем. Ну, извините, тогда стойте тут, ждите. Так, вот оно место. Так, а где же он? Вознанный гад идет. Ну, он не один с охраной. Так, слушайте, в Ере ты остаешься здесь и командуешь Мерченари. Франческо собирает наших людей в городе и сообщит, когда придет пора удара. Якопо, твоя задача успокоить горожан, когда все закончится. А этот у браконы Марио? Он продолжает досаждать. Боюсь, он разгадает наши планы. От него одни неприятности. Как и от его брата, ублюдка. Отец позволит отправить его к братцу? Когда закончим, у нас еще будет время, чтобы разобраться с этим рефьюти. Так. Еще вопросы есть? Небен. Да направит тебя отец понимание. Да направит тебя отец понимание. Команданты. 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 Марио Аудитори пробрался в город. Он ищет вас. Так, не заставим его ждать. Так, а что мне дальше сделать? Ну, убить его будет сложно. Хотя, если этих гадов отвлекут, убейте в Ере. Так, с этой стороны нет, с этой стороны я его не достану. А вот с этой спокойно. Долго мучиться не будешь. Вот так вот. Лови. Еще минус один. Еще минус один. Еще минус один. Ну что ж, один в Ере остался. Ну давай, другое. Ай блин, у меня здоровье кончается. Че, аккаунт не промах гад. Че, аккаунт не промах гад. Мой отец об этом узнал? За это вы его убили? Прости, но ты и правда ждешь моей исповеди. Этсо де мерде! Кусок дерьма! Кусок дерьма! Чтобы ты еще помучался! По делам тебе досталось! Да чтоб тебя! Довольно, Этсо. Приви уважение. Уважение? После всего, что было? Ты думаешь, он бы проявил снисхождение к нам? Ты не вери. Не будь ему подобным. Пусть смерть поможет тебе обрести покой. Покойся с миром. Возьми это. Прочти, когда будет время. Дело сделано. Пора, возвращаемся на виллу. Ну что ж, получили за это 2400 Хловина. Получили письмо, которое прочитаем. Получили поезд для ножей. Вы научились метать ножи еще? Отлично. Так, где мы сразу навели окажемся? Или нет? Литва придется ехать обратно. Так, видимо придется ехать. Ладно, секунду паузу. Почитаем. 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 Хорошо, хорошо, да я жму две кнопки, я просто не всегда хочу быстро бежать специально. Деньги не понадобятся, отлично, ну ладно. Не понадобятся так не понадобятся, все равно я все скупать не буду. Вот просто бегу, а вот бегу быстро. Правильно ж? Вот просто бегу, вот бегу быстро. А, да, почитать надо, почитать надо письмецо. Так, база данных, документы, страница 3, страница 13. А, письма, письма. Джованни, Джованни, ведь это, это, это. Кажется, это письмо. Мессер Франческо, я поговорил с вашим сыном. Я согласен с вашей оценкой, но лишь отчасти. Да, вере дерзок и склонен к необдуманным поступкам. Кроме того, он имеет привычку обращаться с наемниками, как с игрушками. По моим сведениям, из-за этого были искалечены по меньшей мере три человека. Но я не считаю, что он, как вы выразились, окончательно испорчен. Более того, я полагаю, что его легко исправить. Он часто говорит о вас и жаждет вашего одобрения. Его выходки лишь вследствие его неуверенности в себе. Я полагаю, что этими своими поступками он хочет добиться внимания. Ему нужна ваша любовь. Распоряжайтесь этими сведениями, как вам будет угодно. Однако, я прошу позволения прекратить эту переписку. Если он узнает о содержании наших бесед, моя жизнь будет в опасности. Искренний ваш, фра Джоконда. Ну что ж, ладно, слышали они в вашей части истории. Так, где? Где он? Где он? Где он? Вот он. Вот он! Наш кампион Эцио! Да здравствуй, Эцио! Я вижу, вы не теряли времени и стали праздновать. Почему бы и нет? Ты оказал нам большую услугу, малыш. Еремёрт. И теперь в Ла Тоскана вновь будет мир. Знаешь, что это значит? Баста лаврали. Типаса тутто и джерно оберет. Путаны! Хе-хе-хе. А что, правда? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Эцио, давай пройдёмся. Да, дядя. Ну не всё так просто. Они как будто там план затевали. Паццы работают на некоего испанца. Это Родриго Борджа. Один из самых влиятельных людей во всей Европе. Предводитель Ордена Темплиеров. Значит, именно Ордена от смерти отца и братьев. Да. А при случае он постарается убить и тебя. Значит, мне всё равно придётся сразиться с ним. Но только после того, как мой меч сразит остальных Темплиеров. Последую списку отца. Куда ты отправишься теперь? Во Флоренцию. Франческо Пацца разделит участь своего сына. Звучит разумно. Не сомневаюсь, враг замышляет недоброе. Ладно, хватит на сегодня о грустном. Если понадоблюсь, я буду у себя в кабинете. Нужно прочитать письмо, которое дал дяде. Так, я же читал. Ну ладно, давайте ещё раз вычитаем. Так, документы, письма... Нет, не то письмо. От Фреджакондо. Мессель Франческо. Я поговорил с вашим сыном. Прочитали? Прочитали. Так, поднимаемся наверх. Сюда опять. Спрыгиваем, блин, не в эту сторону. В эту сторону прыгаем. Опять разговариваем с дяней. Знакомо, да? Страницы кодекса. Да. Твой отец нашёл и перевёл несколько страниц незадолго до... Вот. Тут потрудился не твой отец. Перевод сделал некто другой. Леонардо да Винчи, мой друг. Кхе-кхе-кхе. Которому когда-то принадлежала частица Эдема. Его звали Альтаир. Он говорил, что под землёй спрятано нечто древнее и могущественное. И что же? Верно. Мы собираем эти страницы именно для того, чтобы разгадать эту загадку. Позволь, я помогу. Пришло время продолжить дело отца. Моё дело. Я начну со страницы, которую забрал Вьери. Леонардо расшифрует её. Ну, видимо, сейчас нам надо страницу расшифровать. Так, небольшая пауза. Я буквально на минуту отойду и продолжу. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров НИГ. Так, я вернулся, сейчас будем продолжать. Нажимаю пробелкой до ближайших. Идем на точку обзора на вилле. Так, видимо на улице она находится. Нет, не тут. На крыше, наверное, где-нибудь. На самом верху. Тут я люблю конечно, фиганул и хорошо. Чуть не убил ассасинов своего. Так, поднимаемся наверх, еще наверх. Да блин, я не нажал хоть. Так, сюда. Поднимаемся сюда. Еще выше, еще выше, еще выше, ну и вроде вот тут, да? Хм, странно. А вот, наверное, самый прям этот. Так, на эти четыре страницы кодекса. Так, то есть, видимо, все на красивый прыжок совершаем. Видимо, мы отсюда с высоты этого птичьего полета увидели, короче. Видите, страницы лежат, как я понимаю. Вот оно, первое что-то тут. В ящике каком-то находим страницу кодекса. Так, надо всего четыре найти. Интересно, а перья тоже надо найти или так? Не очень важно. Так, лезем на крышу. По идее, должно быть перо, но что-то я его не вижу. Зато мы видим еще, кажется, ящик какой-то страницы. Так, и вот оно еще. Так, здесь сидит царь всего Олимпа, рядом с ним мудрость направляющего и направляющего его. Ну, то есть, Зевс царь, да, Олимпа, а мудрость, мудрость, богиня мудрости, я не помню кто. Ну, оно, видимо, это не столь важно на самом деле. Они вместе, но никогда не соприкасаются, пока один в будущем и другой спит, но наблюдают за нами. Ну, видимо, бог ночи и света. Возможно, Аид, да, там, ух то. Тартар их, ну. Бог силы и ярости наслаждается красотой свой возлюбленный. Ну, Афродита и Марс, или этот, как его, силы и ярость. Ну, Афродита точно. Ладно, это, наверное, пока что не нужно. А Марс и Венера, тут даже написано, что я туплю. Все написано. А я тут что-то пытаюсь придумать. Так, найдена страница. Одна страница найдена всего лишь. Где остальные страницы? А страницы, видимо, нужно найти там же. Там же, где эти. Только сначала надо посмотреть. На точке обзора, видимо. Так, шкатулка, шкатулка. Теперь можно ее взять? Можно. А, тут перья. Е-образ это. Тут перья. Одно из ста. Нифига себе, 100 перья собирать. Не. Слишком. Так, картина. Где картина-то? А вот картина. Нифига. Галерея. Галерея. Здесь хранятся картины. Ладно, это не столь важно пока что. Так, зря туда-сюда бегаю. Просто на крышу попасть. Опять осмотр сделать. Где остальные страницы кодекса лежат? Так. Поднимаемся наверх. Забираемся наверх. Еще выше. Делаем то же самое. Еще выше. На самый, на самый верх. Подходим сюда. Садимся и смотрим, где может быть еще страница кодекса. Подходим сюда. Хм. То есть вот так надо самим найти, да, короче? Не будут отмечены на карте они, походу, делают. Ладно, тогда просто смотрим с высоты. Где там что-то может быть? На самом деле я не вижу, не наблюдаю ничего такого. Конечно, может быть больше страницы нет. А найти нужно вообще в сумме читы где-нибудь. Поэтому я тоже могу тут купить, к сожалению. Посмотрим, что пишете, если пишете. Он может еще быстрее бегать? Ну, отлично, может и... Наверное, надо нажать тогда третью какую-то клавишу, чтобы еще быстрее бегал. Так, открываем карту и что видим? Что мы тут видим? Страница кодекса 1, страница кодекса 2, страница кодекса 3. Отлично. Все на самом деле просто. Я тут выдумывал. А все так просто. Просто на карте все отмечено. Так, раз на карте отмечено все... Пойдем сюда, наверно, в начале. В дереве застрял. Отлично. Можно тут спрыгнуть, чтобы быстрее было. Ну, что-нибудь, может быть и сломаю, может быть и не сломаю. Вот еще одна страница, которую мы сейчас соберем. Так, вот она. Интересно. Ну, это, конечно, не так просто. Если они так легко доступны, почему же дядя их сам не собрал? Он живет тут столько времени. Я бы собрал. Нам бы меньше бегать. Ну, ладно, это так. Размышления. Глупые мои. Собираем третью страницу. Так, запернуть все равно можно, только вот так вот. И еще где одна страница где-то слева была. Ух ты. Далеко. 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 Надо из города выходить. Ну, вот, быстрый бег, то есть две клавиши, я не знаю, может какую-нибудь третью еще можно нажать, чтобы еще быстрее бежал. И, в принципе, и так нормально. Так, город. Ага. Город это город, это хорошо. Страница-то где? Так, вот, далеко на самом деле страница. Ну, есть конюшня, которая нам поможет, правильно? Как лошадь тут застряла тоже немножко. Так, смотрим, правильно мы едем, а то опять я в другую сторону как-нибудь пойду. Неправильно. Хорошо, что посмотрел. Ну, теперь вот тут. Интересно, а лошадь тут можно загнать? Или ей пофиг, как бежать, сколько долго. А вот она и страница 4. Так, спешились, еще конь какой-то еще более лучше микро. Ну, верно, посильнее. Так, шифровать 4 страницы кодекса, увеличить свое максимальное здоровье, что-то там. Короче, ладно, куда нам сейчас? Другой год назад? Да. За эти к Клауде. Хорошо, зайдем. Прикольно, лошадь скачет, конечно. Честно, а по городу можно на них скакать? Или не пустят? Да, не пускают в город, к сожалению. Ладно. Так, не то нажал. В общем, бежим в ускоренном темпе к нему. Может, я немного рассеянный, но пусть я тебя обменяю. Так, на второй этаж, как... Блин, как помнится. Правильно же? Так. Или к тому сундуку. Да, сюда точно. Привет, Клаудия. Наш дядя просто козел. Это возмутительно. Что случилось? Он заставляет меня работать. Если бы отец был жив, он бы этого не допустил. На каких же условиях дядя тебя, так сказать, поработил? Поскольку кто-то захотел, чтобы мы остались здесь, Марио решил, что мы должны найти деньги на ремонт виллы. Беда в том, что денег нет. Я могу добыть немного денег. А, отлично. Значит, меня ждёт ещё больше работы. Бенисимо. Когда ты начнёшь восстанавливать город, я буду делать записи обо всех работах и платежах. И ещё обо всём, что ты принесёшь в дом. Мне всё равно нечего делать. Если ты приведёшь этот город в порядок, здесь начнут останавливаться путники. Но кто поедет в такую глушь? А уж если поедет, то заработанное золото я буду складывать в этот сундук. Ты должен лично брать его и передавать в банк. Иначе сундук наполнится, и я не смогу класть туда деньги и заберу его в себе. Понятно? Сколько? Так, тут что-то. Сводки, лавки, обновления, сборы, снаряжения. Тут ещё экономическая часть, что ли? То есть можно быть хозяином города. Обновления. Интересно. 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 Собрать деньги. Нету денег. Вот для чего сундук-то нужен был. Так, ну подойдём к сундуку, может там деньги есть? Нет, нету. Поговорите с архитектором. А где-то архитектором. Вот. Монжорно. Что-то не так? Марио нанял меня навести здесь порядок. Но я архитектор, а не чудотворец. Чтобы отремонтировать эти здания, нужны деньги. А если кто-нибудь даст тебе денег? Тогда я берусь за дело. Ты должно быть Эдсо. Я прав? Дядя, мне нравится этот архитектор. Он становится очень внимательным, когда чует деньги. Как же мне работать без денег? Вот мои расчёты стоимости. Приноси деньги, говори, что нужно сделать, и я тут же примусь за работу. Если я построю лавку, то ты, как землевладелец, сможешь покупать в ней товары со скидкой. Вложишь больше денег, больше будет у скидка. Что же касается ремонта зданий... О, ты вдохнёшь новую жизнь в город и виллу. Марио говорит, что это очень много значило для твоего прапрадеда. После постройки лавок и ремонта, в город станет приезжать больше людей. И твои доходы увеличатся. Итак, посмотрим на мои проекты. Ну вот мы нашли куда дать деньги, в принципе. Так, а на самом деле, что лучше там? Бордели много приносят, на самом деле. Всегда, во всех городах. Так что... Да. Так, церковь, и церковь тоже много. А меди них нет уже, да? Гильдия воров. Калорис. Шахты. Скидка портной. Врач. Извините. Банк. Скидкой 5% на все. Банк давайте еще улучшим. Отлично. Ну и пока все. Так, стоимость города 4500 стало. А потом можно город продать будет? Ха-ха-ха. Интересно. Эцио, мальчик мой. Пришло время кое-что показать тебе. Ну, я так и думал, что где-нибудь тайная тут дверь есть. Тайная, вернее, не дверь, а тайное помещение. Заходим. Так, подземный этаж, или целый у него? Текст. Кто ты? Это святилище. Мой прадед построил его, чтобы хранить тайны ордена ассасинов. Посмотри вокруг. Это ассасины, которые защищали человечество, когда ему угрожала опасность. А это доспехи Альтаира. Мы мало знаем о его жизни, но его броня очень легкая и прочная. Я бы отдал ее тебе, но не знаю, как ее достать. Прадед говорил, что доспехи останутся под замком, пока не станут целыми все их защитники. Ходят слухи о том, что эти шестеро были похоронены в гробницах полных сокровищ в разных частях Италии. Возможно, они как-то связаны с этой загадкой. В дни моей юности я сам их искал, но безуспешно. Может, тебе повезет больше, чем мне? Ну что ж, все интереснее и интереснее становится. Тебе нужно добыть эту броню, чтобы полностью синхронизироваться с Эцио. Так я не против за броню-то добыть броню-то. Так, на педистале стоит статую Кулан Гала, Монгола Ассасина. Он застрелил из буквы Лошадь Чнигисхана. Похоже на педистале, чего-то не хватает. Ну чего-то, видимо, не хватает. А это кто такой? Дарий? Нифига себе. Перс. А это кто? На педистале стоит Уэй Ю, китайца совсем. Круто. Так, а тут кто? А ну нет, это Египет. Ну что-то они загнули, конечно. Ну ладно, прикольно. Так, это Вавилон, да. Статуя Леония. Отравил Александра Македонского. Из-за ревности отравил, да. Статуя Леония. Он закопал, заколол Кроли Гулу кинжалом. Ладно, короче, известные, типа, как бы. Кто убивал известных личностей исторических. Не очень были, так скажем, хорошие. Ну и времена были другие. Так, кроме того, как у нас здесь нас не хранится, расшифрованную. Так, пришли мы к сеструхе опять. Привет, Главдия. Привет. Посмотришь мои записи? Ух ё, так, чё-то тут сводка. Лавки, стоимость дохода. Обновление, стоимость дохода сбора, стоимость дохода снаряжения. Так, лавки, обновление. А сколько в сундуке денег, кстати? Виллок наносит доход, который стоимость, ну, каждые 20 минут на стоимость сундука. А где мои деньги-то? 20 минут ещё не прошло, наверное, да? Ну, я сам пойду к сундуку. У вас доход ноль. Так, а я не то нажал. Я не то нажал, я не хотел с ним разговаривать. У меня денег нету. Выйти, 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 выйти. Выйти, выйти, выйти. Оба, что это такое у нас? А что это было? Я думал, вот какой-то глюк. Ну, вернее, не глюк, а флешбэк будет из его памяти, нет? Просто вот так вот вышли. Ладно, идём дальше. Ах, ё-моё, живучим, гад. Ну, а не акробат, умеет так падать. Так, а эта фигня-то за... За городскими стенами находится, да, по ходу дела? М-да, причём далеко за городскими стенами. Ладно, на лошадь тогда опять. Она ждёт нас около ворот. Так, где там лошадь нашу? Сперли. Вот, гады, оставила лошадь, а её спёрли. А нет, отвели конюшник. Да, разворот. Поскакали! Ну что ж, с лошадью довольно-таки быстро мы добираемся до нужного места. Отправится в Флоренцию. Конечно, отправится. Конечно же, отправится. Надо расшифровывать эти четыре свитка у Леонардо. Надо убить отца того типа, которого мы убили. Антийская Республика. 1478 год. Уже два года, что ли, прошло? С тех, наверное, с того времени. Так, распознать точек обзора. Ага. Ясно. Хорошо, так, пока что минуты. Посмотрим, что пишете. Так, он может ещё быстрее. Спасибо. Угу, хорошо. Ну, экономически там деньги, может, и не нужно будет, просто, опять же, я не хочу по странам только проходить, просто. Просто всё интересно, только открываю для себя эту игру, и всё интересно со всех сторон, экономическую составляющую, и так просто побродить. Поэтому я, в принципе, и не бегаю быстро, вот, Дэвилс пишет, пишет, бегай быстро, бегай быстро. Мне хочется посмотреть, что окружает меня, что вокруг. Так, можно на карте отмечать значки. Хорошо. Можно на карте отмечать, ладно, буду знать. Опять просто, не хочу, и когда мне игра нравится, я не хочу их быстро подходить. Мне жалко быстро подходить. Хотя там ещё есть пару частей, вроде, и скорость. Ещё одна новая будет. Ты ещё жив? Ну, надо же. Видно, последние пару лет тебе сопутствовала удача. Но вижу я, ты сильно изменился. Я надеялся, что ты поможешь мне в одном деле. Для тебя всё, что угодно. Ага! Ты нашёл ещё одну? Невероятно! Хм, с этой будет нелегко. Тут воспользовались древними языками. Умно. Может, если я... О! О! Похоже, это своего рода руководство для убийц. Я взгляну. Постой, что это? На этот раз это не чертёж, а просто несколько рисунков. Хм, как же в этом разобраться? Хо-хо! Ну, конечно! Почему бы и нет? Вот это мысль! Можешь его сделать, пока я осваиваю приёмы из этого руководства? Забирай. Я прикажу помощнику поставить несколько манекенов, чтобы ты мог потренироваться. Эй, Винченцо! Новое какое-то оружие, видимо. Так, потренируйтесь, используем технику убийства. Пока Леонардо. Окей, потренируемся. Нам-то не помешает. Не-то, не-то, не-то. Так, вот они манекены стоят у нас, да? Три манекена. Ну, а как их надо убить? Просто подходишь и убиваешь, что-то? Прикольно. Незаметное убийство. Так, а это вот и как убить? В полёте? То есть, отсюда прыгаем, да? Нет. Прикольно. Так, убить из полёте, убил не моего в полёте. Так, а третьего-то как долбануть? Забираемся наверх, по окну, ещё выше. Так, убийство субступа. Давайте убьём субступа. Опа! Прикольно. Так, вы можете совершать незаметное и заметное убийство. Так всё вроде, да? Не знаю, я вот так вот предпочитаю. Просто подошёл и бамс, не убил. Ну ладно. Возвращаемся, в общем, к Леонардо. Он уже, наверное, сделал то, что ты думал, должен был сделать. Посмотри. Возьми её. Испытай. Спасибо, Леонардо. Но он чадеке. Мне нужно кое с кем повидаться, пока я здесь. Но я не могу сделать это на публике. Ты не знаешь, как бы мне... Ла Вольпе. Лис? Ш... Кописко. Не знаешь, где здесь водятся лисы? Возможно, недалеко от Меркато. Где живут воры? Стотенто, Амико. Так, страница кодекса появляется на карте, когда вы доберётесь до точка обзора. Соберите их всех, чтобы открыть. Ладно. Так, что у нас за оружие? У нас как-то улучшилось, и это... Кстати, выберем её. Угу, то есть отражать удары теперь можем. Хорошо. Оба, двойным клинком можно убить двоих врагов. Тоже учтём. Так, а тут что у нас? Охота на лис. Найдите лиса. Понятно. Так, то есть нам нужно найти лиса. Ну сейчас мы её найдём. Я так думал. Так, от этих гадов я помню, как надо избавляться. Сейчас это надо выбирать вот так, вот так вот. Чтобы он от нас отстал. Цель найдена. Так, вот он он. Так, вот он он. Он нас ещё и обакрал. Стуманит гадстырил, а? Поймали. Я не желаю тебе вреда. Так что верни мне деньги, и будем считать, что мы квиты. Не спеши. Что тебе нужно? Кто ты? У меня много имён. Убийца. Головорез. Убор. Но ты можешь называть меня Ля Вольпа. К твоим услугам. Месса Рэцио. Откуда ты знаешь моё имя? Ремесло у меня такое, знать всё о городе. За этим ты и пришёл, так? Верно. Мне нужен один человек. Я хочу знать, куда он пойдёт, даже раньше его самого. Кто? Франческо Паци. Говорят, что недавно прибыл караван прямо из Рима. Тайная встреча состоится сегодня на закате. Там ты сможешь узнать, где находится Франческо. Ты знаешь, где состоится встреча? Конечно. Дай знать, как будешь готов. И мы пройдёмся. Ах, да. Хе-хе-хе. Вот твои деньги. Ну, почему он бесслатно помогает? Видимо, он тоже как-то связан. Шпадает ищи долл. Охренее. Так, спускаемся вниз. Так, включайте длинное зрение, чтобы, да, увидеть. Я уже понял с самого начала ещё. Полагаю, он проживёт ещё минутку. Так. Следуй за мной. Но мы пойдём быстро. Выдержишь. Выдержишь. Вышим проблем. Хе-хе. Вот то, что быстро идти куда-то там прыгает, я не уверен, что тут смогу сперпопытки сделать. Ну, постараюсь. Эй, эй, погоди, а я-то, а я. Ну, а, то есть вот такими не будут беготни-то полные. Просто вот так вот будет. Ладно, окей. Или за минуту надо, за минуту надо дойти, ё-моё. Ай, блин. Да, фиг я тут за минуту зайду на самом деле. Я уже понимаю. Забавная ты обезьянка. Хе-хе. Да, не успел. К сожалению, не успел чуть-чуть. Ну, чуть-чуть, много не успел. Ну, это моя главная проблема. Ну, когда обучение я выполнял, за братом бегал. Не знаю, сколько там, раза, наверное, с десят... Какой с десят? Раз двадцатого я бы прошел. Если не больше. Так что, это моя главная проблема. Наверное, спешу я еще просто иногда. Может, тут не обязательно спешить, прям как сильно. Так, тут надо пройти по этой штуке. Так, тут надо пройти по этой штуке. Ай-я-я-я-я. Скажи пьян, кому нужно пустить кровь? Короче, все. Немножко я... Промазал. Ладно, сейчас сделаем. Итак, разбег, прыжок, 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 прыжок. Разбег, прыжок, подтягиваемся наверх. Прыжок, отлично, наверх, 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 быстрее. Так, тут забираемся, еще выше забираемся. Так, тут проходим, тут надо туда сигануть как-то, а вот тут проход же есть, ё-моё, просто. Успел, отлично. Я ж тебе говорил, не просто будет. В этой церкви у Франческо Паци будет встреча со своими людьми. Как мне попасть туда? Под городом проходят катакомбы. Они приведут тебя туда, где ты сможешь подслушать их разговоры. Возьмись за эту каменную ручку, поверни ее и толкни вниз. Ясно. Спасибо тебе за помощь, Волте. Да, удачи мне понадобится. Так, почитаем чатик, читаем чатик. Карту открою в городе. Угу, 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 ясно. Ничего, пока нового не пишите, хорошо, тогда продолжаем. Тогда продолжаем, тут надо будет спуститься аккуратненько. Ой, извини, хорошо, хорошо, можешь натолкать, пока, можешь. Я уже сбился со счета, скольких мне пришлось, тебе нужно сделать выбор, друг, от этого зависит. Так, зря я это сделал. Зря я это сделал. Все, попался что ли? Так, если сделать вот так вот, выбрать золотишко. Типануть. Эх, ну чега, не поможет это. Зарыбит чат нас. Или уберем все-таки. Ладно, укрыть, укрыть, укрыть тебя. Туда надо собернуть. Оба, спрятались. Не, нифига не получилось. Да, был рядом с целью, а сейчас придется бегать тут. Так, нанимаем воров. И идем назад. Так, у меня доход в сундуке пришел. В сундук я имею. Доход это хорошо, но мне пока не до денег. Так, надеюсь воры отвлекут их. А мы тем временем приберемся туда, куда нам надо. Ну или в крайнем случае можно по крышам прибежаться. Слезай, или я буду стрелять. Хорошо, хорошо, слезаю. Так, а воры-то где? Ну тут воры нужен. Вот они воры. Тебе смешно, да? Я могу вырезать большую красную улыбку на твоем горе. Сиди здесь. Андиана. Так, ладно, воры нам не помогут, значит просто в обход идем мы наверно забираем. С другого здания, значит, тогда надо туда придать. Пусть злые тираны припомнят мой глаз, когда мститик за ним. Лучник. Так, я ничего не думаю и улизнуть я не видеть не смогу нифига. А, гады. Хм. Пристрелять, черт побери. Фотом, бейте его. Чтобы мор не выбрался за пределы деревушек. Я с тобой, он не уйдет. Прошу, уберяйте. Ты нашел глаз. Так, ясно, значит, то есть ты на ней нельзя заберется на крышу. У нас сразу нападают. Блин, задолбали, гады, короче, я хочу их убить просто и все, вот так вот. А, вот тебя и убил. Тебе не уйдет быстро. Так вот тогда. Интересно, все эти стражники. Акробаты такие, как они за мной? Бегут? Да я в сенах хотел спрыгнуть, чтобы от них убежать. А прыгнул вообще неизвестно, куда чуть не разбился. В общем, мы отлеживаемся, отсиживаемся в сене. Потом используем бутылку лечения. И аккуратно, аккуратно идем к цели наконец-таки. Конечно, я поплутал явно, многое явно не нужно. Так, лечение мы использовали, выбираем мы опять же эту штуку и идем назад. Кстати, идти назад можно как раз по крыше, наверное. А там лучники, с другой стороны, да? Но мы как-нибудь аккуратненько попытаемся. Так. Тут же можно пройти, да? Вот по этой штуке. Можно и нужно. Во, отлично. Так, а это что, перья что ли? Ну, соберем перо тогда. Не, нифига это не перо. Ладно, пофиг. Так, лучник тут, тут лучник есть. Как бы нам... Нам отсюда надо туда допрыгнуть, походу, где он сразу беру. Нормально. Допрыгнули. Так, допрыгнули, а толку, что мы сюда допрыгнули? Мы отсюда никуда вообще не можем попасть совершенно, да? Да, походу никуда. Что ж, придется прыгать обратно. Так, прыгаем обратно и... Ищем ход. Как туда попасть? Лучник. Интересно, можно как-нибудь прокраситься так, чтобы он нас не тронул? Так, я вот на нужное здание, что ли, забрался, да? Так, я могу вот так просто повисеть и спрятаться от них. Довольно-таки интересно, на самом деле. Так, а куда мне вообще надо попасть внутрь вот сюда, да? Мне выше надо или нет? Вопрос, чем вопрос. Воряд ли мне выше надо, на самом деле. Пусть только не сюда вот. Да нет, не сюда мне. Так, смотрю вниз, что-то внизу у нас. Отлично! Ура! На Каинском мы проворались. Офигеть, какие механизмы уже были в то время. Ну, вряд ли, конечно, мы будем хоть. Всё возможно. Да, не прошло и трёх год, и пяти лет, а мы уже в канализации. Вернее, в катакомбах. Черепа, решётка и много-много черепов. Так, спуститься в катакомбы и проникнуть на собрание тамплеров. Хорошо, сделаем. Так, вы в розыкске, зона запретная. Обыскать трупы можно, нет? Нельзя, ладно. Нельзя так нельзя. Что это такое? Мечак. Он ворота открыл, супер. Так, идём аккуратненько, чтобы на кого не нарваться. И вроде нашли место встречи, так быстро? А, нет, нам показывают, как нужно пробраться, куда нужно пробраться, да? Так, а на самом деле-то это, блин, фигово для меня, потому что я не очень акробат. Ну, вроде нормально всё, не упал. Хотя мог. Так, рычаг и где у нас... Ага, вот оно где открылась решёточка. Так, тут с разбегу нужно прыгануть, зацепиться за уступ. Глупая парасота. Вот так вот бывает, всё нормально пропрыгал, потом взял и... не напрягнул. Как мне туда теперь подняться? А вот лестница. Отлично, тут лестницы на таких дураков, как я поставили. Так, а толку, что от лестницы-то поставили? Да, она ведёт вообще. Угу, ещё один рычаг. Угу, открываем дверь. Отлично. То есть вот тут второй путь, сюда. Так, довольно-таки быстро тут всё сделали, но... Туда вот надо сигануть, только не упасть. Так вот, нормально. А, чуть не прыгнуть забыл. Чуть было не забыл прыгнуть. Ещё один рычаг. Так, где тут решётка? Ага, это не решётка, это... А нет, решётка внизу, в самом. Причём там два пути открылось. Во как. Так, вроде спустились. Так, тут сено просто. Ммм. 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 Так, надо тут пробежать, как-то ли. Не знаю, что тут сделать. Ну, так ладно, первым делом берём лекарство. Том, берём... Золото. Кидаем. Сколько нам ещё стоять здесь, Сансони? Не успели. Я совсем замёрз. Чего ты хочешь, Иларио? Сеньор Пацци щедро платит нам за то, чтобы мы сторожили вход. Не бойся, мертвецы тебя не укусят. Скорей бы домой рассказать Елене, сколько денег мы сегодня заработали. Угу. Открыть дверь в зал, и этот дверь в зал открывается вверху, как я понял. Так, а можем мы вообще где-нибудь вверх попасть? Имеется вот тут. То, что можем, понятно. Иначе не было бы такого задания. Так, пробегаем тут, что у нас тут есть? Отлично зацепился. Зачем этот... Тебе не уйти! Так вот, минус. Так, как советовали, так и долбанули моего, да? Так, а можно к этому подойти? Аккуратно. Аккуратно. И сзади его снять. И сзади его снять. Ну, я не то, что я хотел, получилось. Ну ладно. Сойдёт. Так, открываем дверь. Отлично. Что ж, дверь там открылась, нет? Ага. То есть нам... Ух ты ёлку! Куда нам надо забраться-то? Так. Ну, видимо, забираться надо вот отсюда. Хотя вряд ли, что отсюда, да? Так, а как что-то забраться? Хм. Так, а как что-то забраться? Хм. Так, вроде понял. Вроде бы. Дальше нам сюда. Потом нам вот сюда. Лишний раз нажал. Взял нажал лишний раз. Глупый, глупый, глупый. Теперь все сначала надо. А, зацепился, отлично, выше, 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 ползи, родной, ползи. Цепляйся. Отлично, держимся. Так, наверх, ну нет, сюда, сюда, сюда. А, вот тут. Забираемся опять наверх, подтягиваемся. На этот раз только надо не упасть тут вниз. Бассейн с водой. Хорошо, конечно, не разбились, но... Так, а что тут делать? Может быть раскачаться как-нибудь? Нет. А вот тут есть. Разобрались сюда, еще новый рычаг один. Хух, сложно, ну для меня сложно. Отлично, открыли дверь. Дверь. Оставайся здесь, я проверю в чем дело. А говорили, что будет легко. Ну да уж, зададись деньги. Легко не может быть. Если я что-нибудь услышу, то побегу на другой пост. И да поможет мне Бог. Так, тут же можно как-нибудь вот так вот сигануть когда-нибудь. Блин, не знаю, надо было ли с ними биться, не надо. А, свалился. Так, минус один. И убили. Супер, так. Теперь заходим сюда. Надо догнать этого козела, чтобы он не сообщил страже. Блин, скотина. Он меня не догонит. Нужно дайте выход или мне конец. Блин, он засов, короче, активировался, скотина. Теперь же он в стражу приведет, и мне конец верании. Вот я тупой сделал, не догнал его. А мог же, мог же догнать. Ну ладно, пускай живет пока. Так, вот ворота открылись. И зашел я ворота, куда нам дальше. Сюда, что ли? Можно было вот так сразу сделать, на самом деле. Чтобы удогнать тупо. Ну ладно, вот чё. Я глуплю так всегда. А, блин. Да, да, да. Кажется, они отстали. Нужно найти выход, или мне конец. Так, сбежим, бежим, бежим, бежим. Тут уже мы бегали. Паду я слишком часто, конечно. Для ассина. Так, а тут может быть вот так, вот так, вот так, да. Так вот. Ай. Так, прям посмотри, где он есть. Блин, и тут решетку опустил. Скотина. Ай. Бедный мой ассасин, я его угроблю. Точно. Я вот так просто угроблю. Успешу я просто. Ну зря, наверное. Да ё. Ё-моё. Кто они, я тут один. Ай. Так, тут надо прыгануть вот туда надо. На балку на эту. На балку на эту. Да. Кажется они отстали. Ай, ёшкин кот. Он мне уже достал. Свою хренью. Беги быстрее. Догоню. Беги быстрее. Убей тебя, ассасина. Пипец. Так и не догнал, гада. Неинтересно, это скрипт или можно было догнать? А я ступил. А я как всегда ступил. Так, открыть дверь надо. Ну понятно, что можно тут пролезть долгим способом. Так, а если сделать так, выбрать метательные ножи нету, да? Блин, метательных ножей нету, это фигово. Как же тут их, тут их много. Я с ним биться-то не хочу совсем. Есть какой-нибудь другой путь? Ну видимо нету. Видимо другого пути нет. Внизу сундук. Но если в сундуках только золото, которое не очень нам нужно, зачем? Зачем тогда открывать сундук? Крип был понятным. Ладно, придется стражников этих убивать сейчас. Я оторду буквально на 20 секунд и начнем их убивать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует... 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 Это очень похоже на него, но... Что они задумали, чёрт возьми? Подробности я не знаю, но это как-то связано с Медичи. Они собираются действовать завтра утром в соборе. Семья Медичи завтра пойдёт туда на Мессу. Как и все жители Флоренции. Они собираются сделать это прямо во время Мессы. Но у меня будет возможность смешаться с толпой, подобраться поближе и остановить этих безумцев. Если им удастся, если мы потеряем Лоренцию, и Флоренция окажется в руках Паци. Этого не произойдёт. Обещаю. Надеюсь, что ты прав. Ну что ж, идём дальше. Да, отсюда выбираться. Так, в сундуке уже денег дофига, но опять же нам пока не дает их денег совершенно. Ну то всё, готов. Быстро и просто. А я ж не трогал, сам полез, гад. Сам нарвался. Так, тут бандиты стоят. Разгонники. Так, бегаем по крышам, так безопаснее. Блин, допрыгнули, в принципе, должны допрыгнуть. Как минимум до этих, что это, кран подъёмный, что ли, какой-то старинный. Что, нифига, что ли, нельзя до него допрыгнуть? Ммм. Мне казалось, что можно. Ну ладно. Вот и всё, допрыгнули, отлично. Просто великолепно. А тут ещё один стражник. Готов. Так, у меня же есть метательные ножи, что-то я ими не пользуюсь. Целок 15 штук. Как выбрать цель? Как там цель выбрать? Я уже забыл немножко. Блин, а? Орлиное зрение, может быть, его убить? Ладно, пофиг. Как-то там лучше бы справиться. Вот тут можно перейти сюда. А вот тут можно перейти сюда. По этой крыше. Так, выбираем всё-таки, наверное, меч. Да, меч. Так, минус. Так, там ещё один есть. Он здесь, быстро! Я нашёл его! Всё! Ты меня довольна! Так, этого тоже долбанули. Нормально. Тут уже почти пробрались туда, куда нам надо. Кстати, куда нам надо-то? А вот сюда. Ну всё, прыгай. Так, валки в овечьях шкурах. Не дайте заговорщикам напасть на семью Медичи. Хорошо. Постараемся не дать. Он не робкого десятка, верно? Так, секундочку, почитаем. Возможно, что-то написали. Бьёшься лучше, чем скачешь по крыше. Ну, наверное. Хотя и то, и то у меня плохо. Используй смотровые площадки. Хорошо буду, просто забываю иногда про них совершенно. Потому что в подсказке было, что надо использовать ими. Они помогают, естественно, смотреть. Продолжаем. Так, если на карте появился значок гробниц Ассасина, значит, это находится на установленных вход. Не просто тут стоять, наверное, дождать. Или войти внутрь, может быть. Это Лоренцо с женой. Это Джулиано, брат Лоренцо. Но где же Франческо? А вот он. Пора нанести удар. Ах ты гад. Ну, а мы-то что, ничего не делаем? Мы сюда пришли, вроде как спасать. Наконец, Лоренцо. Все твои родные падут от моей руки. Негодяй, убийца. Я тебя прикончу. Так, одного долбанули. Второго долбанули. Третьего. Четвертого. Там уже семь написано. Восемь. Еще одного. Еще одного. Один остался, вроде как. И еще один готов. Спас мне жизнь. Это пустяки. Но мы должны отомстить тому, кто это сделал. Не сейчас. Мне нужна помощь. Домой. Там верные люди. Ты можешь... Не отставай. Так, вошли. Я истекаю кровью. Держите семью. Я постараюсь поднажать. Я убью Франческо Паци. Я убью всех его родных. Я истреблю эту семью. Тише, сеньор. Истребишь, истребишь. Только надо тебя сейчас сопроводить сначала. Идем. Успели. Вроде как. Лоренцо ранили. Априта Лапорта. Назови пароль. Полициан. Открой эту чертову дверь. Святая Троица. Сходите быстрее. В городе идут бои. Скорее. Постой. Я твой должник. Но скажи, почему ты помог мне? Ты не единственный, кто лишился брата по вине Паци. Меня зовут Эцио Аудиторе. Ты сын Джованни. Твой отец был хорошим человеком. Он знал, что такое верность и честь. Громилый Пацио штурмует дворец сеньор. Нашим долго не продержаться. Нет. Если они ворвутся во дворец, то перебьют всех наших сторонников и захватят власть. Тогда моя жизнь будет мало. Что значит? Я должен... Ну я как бы за этим сюда и пришел. Что ж, принимаем задание, естественно. Так, берем тут еще, видимо, деньги. Хоть они и не нужны, но как-то, не знаю, мимо проходить не всегда хочется. Ну и опять на крыше, блин, залезаем. Так, а что я тут не могу залезть? Странно. Тут можно. Так, наверх. Тут можно еще сорвать объявленицу. Чтоб нас не искали. Так, Рьяна, как раньше. Ну и убегаем, вернее, не убегаем, а покрышем быстрее будет. Не знаю, в этот собор можно сигануть. Смогу ли я туда попасть? Не смогу ли я туда попасть? Честно говоря, не очень верится, что я допрыгну отсюда просто. Не, не допрыгну, конечно. Так, а тут я, конечно, не допрыгнул. До этого собора. Ну и вообще вряд ли, что мне туда надо. Так, открываем карту и смотрим, куда мне надо. Ммм, довольно-таки далеко мне надо на самом деле. Поэтому вот можно, наверное, хотя вниз спуститься, наверное, можно. Пока что вот так вот. А, да, у доктора надо купить лекарство, кстати. Как раз куда деньги потратить будут. Ну, закупаемся. Вот так, мой друг, скоро вам станет лучше. Бежим дальше. Не, 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 не туда, не туда, не туда, а? Так, ну и опять на крышу при первой возможности. Блин. Так, наверх, наверх, наверх. Еще выше, еще выше, еще выше. Так, забрались на эту крышу. Теперь нужно найти, а вот тут, в принципе, с балкона на балкон можно спрыгнуть, кажется. Вот отсюда, если разбежаться сильно, то можно допрыгнуть туда. Да, нормально. Так, видим сражение на площади, ну, или где там, где шафот. Так, что мне теперь делать надо. Придент надо убить этого гада, как бы не удобраться. Не знаю, нужно помочь. Ух ты, ё, какой там живучий попал. Все, не живучий, а слишком хорошо атакующий меня чуть не убил. Так, меня тут еще и покоцали свои чуть-чуть, кажется. Так, и как же тут забраться наверх-то проще всего будет? Вправо, можешь прыгать? Блин, не совсем можешь. Так, еще выше лезь. Не можешь лезь, да, выше. Так, ну, ладно. Вот здание какое-то, которое, кажется, смежное. По идее, нам нужно вот на это здание, наверное, попасть сначала, да? Так, забрался я на это здание. Так, а что это у нас тут рядом? А, я не то делаю опять, опять туплю, опять глуплю. А, это, понятно все. Бочка с этой, с листьями, куда можно прыгнуть. Так, минус один, ну, и с такими способами, в принципе, можно всех убить. Быстро довольно-таки. Что, все что ли? Всего трое. Мне казалось, что и больше. Так, это первое, нафиг мне это первое нужно. Забираем все выше. Нельзя пройти. Значит, вот тут можно. Да блин. Ничего доказывать не хочу, но я тебя убедил. Ладно, ползем наверх. Тут еще сража. Он быстро устанет, так что не рискуйте. Ждите, пока он раскроется. Осторожно, парни, это не новичок. Парни, помните, чему я вас учил. Так, двое минус. Второе минус. Добавь. Продолжение следует. Парни, а можно вытаспелить. Давай, что я убил. ты тоже готов где этот блин главный этаж не ворон стражи нету не придет мы одни нифига си он сиганул и не умер даже не расшибся как сайгак побежал блин я заплутал я же уже догнала готов ну чтож двоим уже отомстил что ты сделал все кончено все кончено лучше быть счастливым в этой жизни чем мечтать о славе следующий покойся с миром какая-то еще один из заголовщиков оба беги-беги отсюда я достанем попозже так прощай франческому выполнен так и куда мы сейчас направляемся или попадаем ну по идее где они должны вернуться ну нет там же все тот же год тот же город как на вот нас прям сразу же стоит медичи которого вы могли когда мне была 6 лет я упал в арно я чувствовал как погружаюсь в все глубже во тьму и был уверен что скоро умру когда я очнулся то увидел рыдающую мать рядом с ней стоял человек вымокший но улыбающийся мать сказала что он спас меня так началась долгая дружба между семьями твоей и моей прости что не спас твоего отца и братьев тебе не за что извиняться я уверен что за их смертью стоит якопа паци и за нападением на тебя тоже нужно найти его мы не успели арестовать его этот трус бежал ты знаешь куда нет они хорошо спрятались они якопа не единственный избежавший заговорщик если они за одно с якопа то виновны в заговоре против моих родных назови их имена антонио мафеи архиепископ франческо сальвиатти стефана до баньоне и бернарда баранчелли бене я поговорю с дядей он разошлет своих людей по провинции постой пока ты не ушел страница кодекса я нашел ее в личных бумагах франческо паци уверен что ему она теперь без надобности меня всегда привлекали древности как и твоего отца она и для меня много значит тогда прими ее в подарок да поможет нам бог видимо сейчас к леонардо расшифровать и так 4 жертвы ну это понятно что потом нам будет нужно убить их всех это можно читать можно читать я хотел как посмотреть на самом деле якопа пации мешок с деньгами якопа был главой семьи пация и семейного банка сам он против лоренцо медичи ничего не имел поэтому нанял в четырех убийц тамплиеров чтобы они сделали все за него бернарда бандини де баранчелли ненавидел медичи за то что они изгнали его двоюродных братьев днем баранчелли вел счета в банке паци а ночью убивал по приказу тамплиеров баранчелли был первым кто нанес удар стефана до баньоне известен своей жестокостью тамплиеры превратили его в профессионального убийцу баньона ударил лоренцо медичи кинжалом в спину антонио мафеи в том что вольтеру разграбили наемники флорентийцы он винил лоренцо присоединился к тамплиером чтобы отомстить именно мафеи перерезал лоренцо горло архиепископ франческо сальвиати мечтая стать новым архиепископом флоренции он пришел в ярость когда лоренцо встал у него на пути но тамплиеры были готовы утешить его это сальвиати вел войска тамплиеров город так это история довольно-таки интересная ты раньше дальше наверное как бы запускать их для сюжета полезно так куда нам идти то надо его так довольно-таки далеко ну ничего добежим поставить ну тёк у нас за дьявол вас взяли я отметила на карте палаццо медичи посети его чтобы добиться стопроцентной синхронности сейчас посетим так выводим бегать по крышу чуть получше стал это все еще фигуру конечно а ее мои думаю разобьюсь да думал правильно был правильно думал заходим леонардо мастерскую слава богу ты же тут полное безумие медичи паций ты и потому преследовал франческо не совсем что ж в любом случае город снова безопасности благодаря тебе скажи чем я могу тебе помочь еще одна страница шифр похож на предыдущий я с ним быстро разберусь любопытно конечно же это чертеж еще одного клинка отравленного ты можешь сделать его это не займет много времени мне нужно лишь понять как сделать полость в клинке не жертвуя притом хорошо леонардо просто сделай все что нужно душа отравленный клинок это круче чем не отравлены я уже наполнил клинок ядом для начала хватит а если я закончится обратить к доктору за ядом к доктору в малых дозах яд лекарства верно и обратное я снова в долгу перед тобой друг мой не стоит благодарности и целом что же взять взяли кусачий клинок смотрим как долго бежать нам да уж реально долго то есть если просто даже ранил врага он умирает отлично да клинок я выберу выберу отравленный клинок я выберу да блин вот ага вот оно быстрое перемещение в точку где вы уже побывали тут еще доступно оба как то есть я бегу и зря что ли по голову видимо зря хотя вот он доктор у которого можно яд покупать ну что ж нам в принципе недолго осталось бежать мне кажется уже не сюда я хотел у нас 150 метров будет расходить только наверх мы можем забраться он свернет себе шею так не можем ну ладно не можем так не можем в принципе не обязательно так я правильно то бегу да правильно лошадь садимся на лошадь ну не поскакали по ощущению что я не туда да по ощущению не было верно так в сундуке там уже полно золота но из этого золота пока что не могут бежать хотя возможно я сейчас к дяде как раз и скачу 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 да точно стражники сменяются но это не особо важно хотя как не особо важно наверно важно потому что это важно потому что можно как то прокрадываться мимо них во время смены караула наверное и или убивать более эффективно на карте появился особый символ гробница ассатина это вот такой огонек видимо да ладно мы туда зайдем обязательно будем будем все собирать естественно так бешит определенно лучше чем скачешь по крыше и самое полезное тратить на лучшее свое поместье а ну да я в принципе так и думал что улучшать поместье лучше всего я я так и думал да кстати сейчас уже пора мне будет уходить сейчас наверное до дома доберемся новое задание получим и все на сегодня пока что так у нас есть сундук зато еще там деньги есть еще поместье лучше вообще богатые станем так подходим к сундуку блин хотел на стену запрыгнуть сундук полон практически был да не практически а даже полон так и смотрим что тут можем улучшить что мы тут можем улучшить банк где ворок колодец ну наверное колодец для всех опять конечно нет волна то нужна чистая городу мне так кажется бордель стоимость ремонта я уже сделал колодец какой-либо банк кузнец шахты третья шахта ну вот шахты сделаем полностью добывать там железо собственное тоже неплохо ну и театр шахты конечно что было где людям куда сходить ну и все ладно так стоимость теперь уже города двенадцать тысяч стало неплохо привет привет клауде посмотришь мои записи просто записи смотрите ладно тогда не надо пока где один надо зайти сейчас будет лоренцо великолепный прислал меня с флоренцией чтобы уладить одно незаконченное дело я ищу якопа паци ха 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 как и все мы ищем что это какой еще пророк что там дядя черт побери это еще одна загадка примерно можно перевести так это откроет только пророк еще упоминаются две частицы эдема но ответов на наши вопросы мы здесь не найдем ищи другие страницы малыш дядя займемся этим в другой раз мне нужно выполнить поручение как угодно но если ты рассчитываешь победить этих постам тебе нужно еще кое чему научиться встретимся на тренировочной площадке ну в принципе на этом все всем спасибо кто смотрел всем пока до следующих встреч продолжение скорее всего завтра днем наверное или да скорее всего днем возможно к вечеру ближе но скорее всего днем будет все всем спасибо и всем пока пока